Субтитры создавал DimaTorzok Больница была окружена живым забором из акаций. И вот я внизу и вижу, как по дорожке с этого холма спускается отец в сопровождении двух солдат. Ну, он увидел меня, видимо, попросил разрешения остановиться. Я подбежал к нему, и мы простились. Мой отец Ржезников, Марк Сламоныч, родился в 1902 году. Родился он в Золотоноше. Тогда это была Черниговская губерния. Отец его был фельдшером, военным фельдшером. Что такое вот эти годы 17-19 на Украине? Это частая смена власти. Это красные, белые, это махно, это петлюра. Когда старший брат уходит в Красную гвардию, то, естественно, симпатия отца на стороне красных. Отец переезжает в Москву. Какое-то время он работает, а в 1922 году он поступает в... Тогда медицинский факультет был при Московском государственном университете. То есть он становится студентом Московского государственного университета. Его призывают в армию, и он едет организовывать госпиталь в самой южной точке Советского Союза, в Кушке. И в течение года он работает военным врачом. Далее он демобилизуется, работает в Боткинской больнице, и он проходит хорошую школу известнейших в ту пору хирургов – Розанов, Очкин. Затем его снова призывают на военную службу, и он в качестве военврача, военного хирурга работает. Тогда это называлось «Первый коммунистический военный госпиталь». Руководил им Бурденко. Впоследствии, после смерти Бурденко, госпиталь получает имя его. В 1936 году проводится очередная чистка партии. И вот первое обвинение отца предъявлено в том, что он скрыл от партии, что его родной дядя был расстрелян революционным трибуналом в 1920 году в Чернигове. Медицинская сестра госпиталя, она действует под секретный осведомитель Щедрина, она тут же доносит в соответствующие органы, что вот такой-то сотрудник госпиталя исключен из партии за неискренность. Это попадает в соответствующие органы. И следователь, который начинает вести это дело, вот у него уже есть пункт обвинения. Вот второй пункт обвинения. Вот троцкийская деятельность Жесникова. В том же деле я обратил внимание на сведения еще одного секретного осведомителя, где он пишет, в годы учебы, я был членом партбюро Медфака, и заявляю, что Ржезников в годы учебы троцкистом не был. Выписан ордер на арест и обыск. И ночью с 23 на 24, 37 года к нам приходят с обыском, предъявляют ордер, по которому отца арестовывают, увозят, и он оказывается, значит, в Лефортовской тюрьме. И добрый следователь начинает настраивать отца на то, чтобы он признался, никакого тяжелого приговора не будет, потому что он себя хорошо проявил на работе, это, так сказать, перспективный хирург. И он, так сказать, подписывает. И когда он возвращается в камеру, и более опытные сидельцы дают ему понять, что он подписал таки себе приговор, он протестует, он попадает к другому следователю, который привык выбивать показания уже чисто физически. Видимо, так и поступает, потому что отец пишет на имя Берии заявление с просьбой пересмотреть дело, поскольку, как он пишет, показания у меня были выбиты под моральным и физическим воздействием, за что я был припровожден в карцер, когда я отказывался вторично подписать приговор. Но тут я должен рассказать о моей маме. Ну, это понятно, что это моя мама, да? Благодаря, вот так сказать, дару как-то открывать сердца людей, я не чувствовал себя в детстве лишенного радости. Молодая женщина, арестован муж, и она остается одна с полуторамещенным ребенком. Ей предлагали сотрудничать. И что ее спасло, как она могла аргументировать отказ, знаете, у нее был шок после ареста. И это даже внешне проявлялось. У нее был заметный тремор головы. И вот она могла этим, так сказать, аргументировать. Вопрос ставит о том, что ей придется покинуть Москву. А члены семьи, изменников родины, даже если он не расстрелян и семья не получила данные о том, что 10 лет без права переписки, все равно они подлежали репрессиям, высылкам. Уже, наверное, в 37-м или формально развод был оформлен, тем более, что мама при браке не изменяла фамилию. Она оставалась под девичьей фамилией. Это друзья посоветовали ей для того, чтобы сохранить меня. Потому что, смотрите, значит, опять-таки вот формально, когда завод выступает с ходатайством, оставить, не трогать, она выполняет там важную для дата-та-та-та-та работу. Арестован Ржезников Марк Станонович. На заводе работает Каждан Веры Линишна, не состоящая в браке суржезни маршала, не трогай. Мы остаемся на Сретенке в, мало сказать, коммунальной населенной квартире. Это перенаселенная квартира. И я никогда в квартире не ощущал вот это клеймо вот этого сына врага народа. Мама никогда не говорила об этом. Официальная версия папа работает где-то далеко, на севере. Колымание произносилось. Когда мы возвращаемся в 43-м году, после эвакуации в Москву, в 44-м году я иду в школу, значит, у кого-то отцы на фронте, да, естественно, вопрос, а где же мой папа? Ну, папа работает, да, где-то очень далеко, но, естественно, он должен вернуться, и ты должен ждать его. 47-й год, проходит 10 лет Колымы у отца, и он получает разрешение, да, на работу, ну, естественно, для него закрыта Москва, ему дают несколько дней пребывания в Москве на получение направления на работу. И маму вызывают в НКВД и требуют освободить на несколько дней комнату. Мамина подруга приютила нас, а потом соседи рассказали, что в течение двух дней нашу комнату занимали два каких-то, так сказать, малоразговорчивых субъекта, ну, которые, очевидно, нашпиговали жучками на прослушку комнату. Отец приехал то ли ночью, то ли ранним утром, потому что когда я проснулся, да, я уже услышал разговор, и папа с мамой уже, так сказать, были, и вот я увидел папу, но все фотографии папы, особенно с кем-нибудь, спрятаны, либо они были глубоко-глубоко спрятаны, а может быть, даже уничтожены, я не видел фото отца, поэтому для меня это, я столкнулся с незнакомцем, где-то разрешили ему пробыть, ну, может быть, пять-шесть дней, а он рассказал, значит, только два эпизода, самое главное, конечно, это вот тот кусок этапа, это находка и бухта Нагаева, когда их всех погружали в трюм, и 10-12 дней плавания в трюме, да, когда не хватает воздуха, порой не хватает воды, потому что после соленой селедки, которой кормили, им спускают там водку в бачке, и при этом он расплескивается, и бачка на сотню заключенных не хватает, и люди не выдерживали, умирали, и тогда мертвецов поднимали и выбрасывали за борт, и потом вот этап с уголовниками, это тоже страшная вещь, когда человека могли проиграть в карты, раздеть, они уголовники, а этап-то, допустим, от Лефортова до находки, в месяца два, иногда там может быть до трети уголовников, и они верховодят, они отбирают все вещи, в мае он выезжает в Нерль, значит, в мае же, наверное, в конце мая, да, я заканчиваю третий класс, и он забирает меня к себе в Нерль, когда мы приехали туда, в больнице был только один врач, один терапевт, надо было, но фактически вот разрушенную больницу надо было восстанавливать, больницу, в которой один врач и тот только терапевт, хирургию надо было восстанавливать заново, то уже в 48-м году началась чистка, значит, маму уволили, и она приехала к нам, и мы, значит, поселились, вот в семье. Больница становится одной из лучших, по крайней мере, хирургическое отделение, оно даже получает красное знамя. Отец, значит, расширяется к больнице, новые врачи появляются. Уже началась вторая волна арестов. Что это такое? Это те, кто имеет политическую, 58-ю статью, они повторно арестовывают. Только 24-го апреля, значит, его арестовывают, не позже, допустим, где-то 5-го, 8-го мая мы должны освободить площадь и выехать. Я понял, что это опять ярлык врага народа, что это незаслуженно, да, ну, мама объясняет, что это опять будет трудный период. Ну, вот видишь, мы, так сказать, дожидались возвращения папы там с севера, с Колымы, да, вот надо опять настраиваться на то, что мы дождемся, да. В 48-м году она перенесла операцию на щитовидной железе, когда она осталась безработной, да, так сказать, ей нельзя было предъявить статью тунеядства. Она, она была инвалидом. По-моему, он уже был в Магадане. Значит, 5 марта у меня день рождения. И он идет на почту отправить поздравительную телеграмму. И телеграфистка говорит, она тоже, видимо, была пациенткой. Марс говорит, вы что, с ума сошли? Вы что, хотите новой статьи? Поздравляю с праздником. Какой праздник? умер великий Сталин. Я хорошо помню, значит, 5 марта 1953 года, значит, как-то выхожу на кухню, да, я вижу плачущих людей. И они воспринимают это как несчастье, потому что я хорошо помню, как кто-то говорит, значит, что теперь с нами будет? ну, мама понимала, что, так сказать, высказываться откровенно на эту тему не имеет смысла. Ну, приходили, уходили, все, мы легли спать. Папа там, 17 лет проводит в лагерях и ссылках, да? Но это все с 37-го по 54-й. для него вот фактом восстановления справедливости это был 20-й съезд, да, потому что с одной стороны, когда Сталин прямо был назван, да, тем, так сказать, исчадием ада, и вот это прямо прозвучащие слова о том, что большинство, подавляющее большинство сидящих, осужденных по 58-й статье были несправедливо осуждены. Ну, я бы сказал, что это была машина сконструированная во многом Сталиным, отлаженная Сталиным, да, в которой, значит, частично народ принимал активное участие, все эти, вот так сказать, винтики, все эти шестеренки, которые работали без сбоев, это же были может быть, так сказать, не соседи по квартире, но соседи по дому, или соседи по улице и так далее, да, 4 миллиона доносов, это же, да, добровольно многие это делали, да. Да. следую, 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 так сказать, все эти завицы, Продолжение следует...